Это видео я сняла для тех людей, у кого есть всякие атопические истории, проблемы с кожей. Я не пользуюсь мылом уже 5 лет, и сейчас я вам расскажу, почему я так делаю. Если у нас нет своего собственного иммунитета, мыло не может защитить нас от инфекций. Но зато оно может разрушить наш кожный микробиом. Появляются микротрещины, в которые как раз могут попадать бактерии, вирусы, микробы и инфекция. Для того, чтобы смыть пот, пыль, роговые чешуйки, вполне достаточно воды. У пота не должно быть запаха вообще, он должен быть такой слегка сладковатый. А если он уже есть, то это не вопросы к мылу, это вопросы к вашим внутренним органам и проблемам с детоксикацией. Антибактериальное мыло, которое очень хвалит реклама, это вообще не про ваше здоровье, это про чью-то выгоду. Именно на том, что мы внедряем в свою жизнь гипергигиену, сейчас лежит ответственность за распространение бронхитов, детской астмы и даже онкологии. Наш иммунитет это прежде всего обилие полезных микроорганизмов. Так вот, заселиться этим полезным микроорганизмом как раз мешает антибактериальное мыло. И мешают вещества, которые содержатся также в бытовой химии, в косметике. Ну вот все то, что мы мажем и наносим на себя очень-очень обильно. А еще современное антибактериальное мыло, оно конечно же сделано из химических веществ, которые уничтожают микроорганизмы, ответственные за поглощение витамина D нашей кожей. Если вас беспокоит запах пота, вы с ним долго боретесь и до сих пор ни к чему не пришли, то переходите по ссылке и там вас ждет подарок. Это мой бесплатный курс «Здоровье без таблеток», на котором мы много и подробно говорим о восстановлении организма, ну вот как единого целого. Переходите по ссылке, пользуйтесь, это абсолютно бесплатно. Любое мыло – это щелочь, а щелочь разрушает нашу защитную мантию. Но больше всего за наше нездоровье ответственно мыло с антибактериальным эффектом, потому что некоторые компоненты в таком мыле особенно губительны для нас. Одно из таких веществ – триклозан. Триклозан – это антибактериальное и противогрибковое средство, которое очень широко применяется в мылах, шампунях, гелях. Им обрабатывают детские игрушки, разделочные доски, антисептики, дезодоранты, ну и так далее. А тем не менее, триклозан имитирует эстроген и таким образом нарушает наш гормональный баланс, что может привести, например, к раку молочной железы или яичников или простаты. Также триклозан, конечно же, угнетает здоровье нашей щитовидной железы. Кто-то может подумать, я же не ем триклозан, как он попадает в мой организм. Триклозан и ему подобные содержатся в стиральных порошках. Получается, что 24 часа в сутки вы находитесь в этом, потому что если вы это сняли, вы в это легли. Кожа у нас хорошее трансдермальное проникновение имеет, мы впитываем что-то через кожу. Вот таким образом триклозан и попадает в ваш организм. Также триклозан существенно ослабляет иммунитет. Дело все в том, что чтобы наш иммунитет был сильный, ему нужны бактерии, микроорганизмы и какие-то вещества, которые его как бы натренировывают для того, чтобы он был во всеоружии. А когда бактерии подвергаются длительному воздействию антибактериальных средств, в них, конечно же, происходят мутации. А следовательно, нет способов борьбы с возможными последствиями этих новых бактерий. Триклозан ядовит для природы. Когда он попадает через наши канализации, он загрязняет реки, озера, мировой океан и вызывает мутации у живых существ. Давайте поговорим о том, что такое иммунитет нашей кожи и в чем, собственно, его состоятельность и в чем, собственно, выражается его защита. Первая линия обороны – это пассивная защита. Вот эта наша кислотная мантия, она состоит из секрета половых и сальных желез. Ну и плюс роговой вот этот слой. Роговые чешуйки на поверхности нашей кожи, они как бы как цементом заполнены вот этими липидами, жирами. И таким образом они удерживают их вместе, не дают проникать всяким нехорошим компонентам и удерживают влагу от испарения. Вторая линия защиты – это уже активная линия. Это наша иммунная система и антиоксидантная. И третья линия защиты – это, собственно, детокс. Это ремонт сломанных, ремонт изношенных клеток. Ну и, конечно, строительство новых клеток и уборка мусора. Для того, чтобы эта линия обороны работала, кислотность кожи должна быть, ну, то есть, PH кожи должен быть от 4 до 5. Так вот, как только вы помыли ее мылом, PH поднимается до 6. Надо понимать, что PH – это от 2, то есть, это очень кислая среда, которая, например, у нас в желудке есть, до 8. Это то, что у нас происходит, например, в поджелудочной железе и в желчи. PH нашей кожи – это в более кислую сторону, а мыло сдвигает ее в более щелочную сторону. Кожа может защищаться только тогда, когда эта среда кисловатая. Но когда мы помылись мылом, это сдвигается в щелочную сторону. Очень характерно для многих заболеваний, например, для дерматозов, для угревой сыпи, для экземы, для атопического дерматита и всевозможные кандидозы. Вот, например, стафилококки, ну и другие там патогенные микроорганизмы, они могут развиваться только в нейтральной или щелочной среде. Туда, куда как раз склоняет нас мыло. А при более кислых показателях стафилококки погибают. Если эпидермальный барьер уже нарушен, то никакие кремы, никакие мази, конечно же, не помогут вам. Это будет ситуативная какая-то история, облегчение вот этого симптома. Кожный барьер не восстановится. И так как кожа это часть организма, а питание кожи получает у нас всегда изнутри, то это, конечно же, комплексная работа со всем организмом. И глупо надеяться на то, что какой-то новый крем из рекламы исправит ситуацию кардинально. Работа должна быть комплексная со всем организмом. А как же мылом нельзя вообще мыться? Важно понимать, что если вы, например, конечно, разгружали уголь, например, всю ночь, или вы работали в шахте, то, конечно, вам надо помыться мылом. И никакой проблемы для вашего микробиома в этом не будет. Но если вы это делаете постоянно, и при этом у вас еще есть проблемы, например, в желудочно-кишечном тракте, и не до конца усваиваются витамины и минералы, не поступает питание, например, к коже, у вас плохое кровообращение в силу того, что гиподинамия постоянная, если вы не высыпаетесь, если вы стрессуете, то, конечно, кожа будет реагировать, потому что кожа это часть нашего организма. У меня тоже были проблемы и с сухостью кожи, были проблемы с шелушениями, были проблемы с высыпаниями. Конечно, я занялась своим здоровьем, безусловно, я начала восстанавливать желудочно-кишечный тракт и отказалась от мыла. Мне очень хотелось тоником или кремом это все, как я привыкла, когда у нас там арсенал просто средств ступенчатый такой, да. Каждая баночка требовала следующей. Вот я от всего этого отказалась. Дискомфорт был буквально, ну, может быть, меньше недели, несколько дней. А потом я поняла, что кожа-то моя хорошей, а она какая-то другая. У меня есть умывалка для лица, очень-очень щадящая, которой я не каждый день пользуюсь. Практически мне не нужен никакой тоник. И в этом есть еще один большой плюс, потому что так как я не мажу все это на себя, мой организм не получает невероятный коктейль из химических ингредиентов, следовательно, моя гормональная система будет в разы здоровее. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, готовы ли вы отказаться от мыла, предположим, на неделю. Если это видео было для вас полезным, интересным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами была Марина Живульская.